Всем привет! Это история от подписчицы. Сейчас зачитаю ее письмо. Мы с вами его разберем. Нам какие-то свои комментарии на эту тему. Вы тоже можете написать под видео, что думаете. Так что давайте приступим. Добрый день! Смотрю ваш YouTube уже давно. Еще когда начинала встречаться со своим турком. Мне 25 лет, а моему молодому человеку 27. Он очень хороший человек, но есть одна проблема. Это его мама. С детства воспитывала его бабушка. Мать его практически не принимала участия в этом. Ей было все равно. Она своего сына могла только отлупить так, что у него даже до сих пор шрамы на теле есть. Он единственный ее ребенок. Она развелась со своим мужем, когда он был еще маленьким. И помнится мне, что он рассказывал, как она хотела покончить с собой из-за развода на его глазах. Капец, конечно. Приняла она меня сначала нормально, называла дочерью и всем хвасталась, что у нее такая невестка. Пока я не приехала к ним во второй раз. В общем, сейчас у нее какая-то очень нездоровая любовь к моему парню, ее 27-летнему сыну. Она названивает ему каждый день по несколько раз и шлет ему свои селфи. Если он не отвечает на них, то очень обижается. Хочу отметить, что любви абсолютно никакой у него к матери нет, так как из детства он ничего хорошего о ней не помнит. Самая адекватная из всей семьи – это его бабушка, которая очень хорошо ко мне относится. Я ее очень люблю. Так вот, проблема какая? Когда я туда приезжала, то его мать гладила его за ягодицы, могла лечь ему на колени, поглаживая его ноги. Постоянно отца целовывают его именно как не мать. Один раз мы закрылись в комнате, чтобы переодеться, а она начала ломиться в комнату с криками «Ну что там? Я не видела! Спустите меня!» И вообще у нас никогда не получалось уединиться. Она каждые 15 минут к нам заходит в комнату, типа ей что-то нужно. Мы еще ездили все вместе в бодрым в отпуск. Представьте эту картину. Идем, идем. Мой парень. А с одной стороны его мать держит за ручку, а с другой я. Она всячески хотела заполучить его внимание, показывая мне, что она главная женщина в его жизни, а не я. Когда мой парень уделял мне внимание, она хотела сразу же внимания к себе. Не материнское, как будто бы. Также мы ехали в машине, и мой молодой человек открыл мне дверь, чтобы я вышла. А она схватилась быстро за ноги и начала становиться «Ой, у нее ноги болят!» Она не может сама открыть себе дверь. То есть он ей тоже дверь открыл. Я с ним серьезно разговаривала насчет этой ситуации, но он не воспринимает это всерьез. Вот тут зафиксируем внимание. Мать, он свою не любит из-за плохого действия, но обидеть ее никак не может. Он боится, потому что она манипулировала и выражала самоубийством. Вот чего он боит. Соответственности и чувства вины. Если он что-то скажет ей, то начинается такой скандал, что хоть стой, хоть падай. Вот тут чего он боится. В одном доме живут мать, тетя и бабушка. Я никогда еще не видела такой семьи. Могут в час ночи орать, ссориться, зайти в нашу комнату, когда мы спим. Один раз, когда они пришли в час ночи домой и начали орать у нас перед дверью, я ему сказала, чтобы он попросил их потише, так как мы уже вообще-то спать легли. И они ему ответили, если тебе что-то не нравится, то можешь пойти в отель. И продолжили громко орать, смеяться. Короче, я засыпала в слезах, было до жути обидно. Неужели есть такие невоспитанные люди, что даже придя домой, не поинтересовались, спим мы или нет. Когда я приехала к ним после войны, они вообще не проявляли никакого сочувствия для приличия. Просто спрашивали о моей семье, но в первые же 15 минут после моего приезда орали и ссорились опять. А это очень влияло тогда на мою психику. Хотелось просто сбежать куда-то. В доме стояли страшные крики. Тетя-мать постоянно ссорится. Я спросила моего молодого человека хоть на час погулять, где-то выйти. Мы уже ушли. Через полчаса обязательно звонит его мама и тетя. И говорят, не гуляйте долго, ты вообще-то к нам приехала, а не чтобы гулять. Тут вообще-то твоя бабушка старенькая. Это она парня говорила. Короче говоря, они манипулируют бабушкой всегда. И когда мы хотели пройтись возле моря перед сном, то я обязательно слышала «нет долго» или звонили уже через 15 минут, чтобы мы шли домой. Мы жили перед войной у моей семьи один год, так как не было денег и все было прекрасно. Никто не заходил в нашу комнату без стука, никто не трогал нас. Было очень комфортно ему и мне. И мы приехали в Турцию домой. Мы живем сейчас в Германии. Я с моим молодым человеком разговаривали насчет этого всего. Он мне не верил и говорил, что я тоже виновата, что у них дома маленький, и что мать ничего такого ужасного у него не делала. А когда мы жили у моей семьи, то у нас тоже квартира маленькая. А, дом маленький, пардон. У нас тоже была квартира маленькая, но я никто к никому не мешал и не заходил в комнаты. А я думаю, что гладить взрослого человека за ягодица вообще-то ненормально. При этом постановая. Жесть вообще, что вы пишете? Голубь. Я поняла. Обязательно при мне она это делает, чтобы я видела. Это просто ужасное зрелище. В общем, он не хотел особо решать эту проблему, хотя я его просила и умоляла об этом. Это я еще не сказала, что он в одной постели с матерью спал, типа, кровати и мало, хотя это не так. Можно было лечь и с бабушкой тогда спать. Потом мы ездили еще раз туда. Я ему говорила, чтобы он что-то делал с этим, чтобы не ходил в трусах при матери, так как она, когда видела его в трусах, то так смотрела, будто озабоченная. Вы, наверное, не поверите во все это, но это реально было так, без преувеличения. Я ему сказательный знак, я ему прекрасно верю. Я понимаю, что у моего мамы проблемы с головой на самом деле. Это больной, здоровый человек. Сначала он пробовал что-то ей говорить, так как ему это тоже не нравится, но она начинала орать. И мой парень забивал на эту ситуацию и на мои чувства, позволяя ей это делать. Прошел уже год, я постаралась выстроить границы, не общаясь с его родственниками. Молодец, умничка. От слова совсем. Его мать меня вообще заблокировала. Они раньше ему высказывали, что я не пишу, обязательно должна была им писать, общаться. Если я писала только его тете, то мать сразу же обижалась, потому что все это высказывала. Но у меня оставались очень сильные обиды на него, что он меня не защищал. Я будто бы его разлюбила после всей этой ситуации, несмотря на то, что наконец признал, что я была права. И сейчас он старается, конечно, держаться со своей мамой границ, но я все равно эту обиду не могу ему простить. Это стало травмой для меня, и мне пришлось пить антидепрессанта после всей этой ситуации. Нифига себе, расколбаску у вас пошел. Мы уже 6 лет вместе, и, кстати, он не женится на мне, так как боится, конечно же, что родители скажут. Он сам мне это говорил. Хоть и сейчас он и говорит, что это не так, и что их мнение стало для него уже неважным, хотя я знаю, что именно из-за этого он не женится. Обещает жениться, но мне надоело уже сидеть с лапшой на ушах. Несмотря на все это, он очень хороший, заботливый, понимающий мужчина, с которым мне достаточно комфортно. Я не хотела бы от него сейчас туда ездить, уходить, а просто хочу решить эту нездоровую ситуацию. Я боюсь будущего, но все равно придется с ним туда ездить. Я страшно боюсь повторения ситуации. Он не хочет сейчас туда ездить со мной, наверное, потому что после последней поездки я хотела уйти, и он боится, что потеряет меня. Так как перед поездкой он обещает, что ничего такого уже не будет, что он разговаривал со своей мамой, но ситуация повторялась всегда, снова и снова. Я рада, что он понял нездоровую любовь его матери к нему, но я постоянно держу эти обиды в своей голове на него. Из-за этого не могу спокойно жить. Спасибо, что прочитали мое письмо. Буду очень рада, если поможете советам, что мне делать в такой ситуации, как себя вести. Давайте советы вам девчонки напишут в комментариях. Мне вас искренне хочется поддержать, мне очень вас жаль. Вы попали в такие, скажем так, отношения семейные, нездоровые, в прямом смысле больные. В семье есть психические, скорее всего, я диагноза не ставлю, но у меня есть предположение, нездоровый человек. Я даже его маму разбирать не буду, там все в принципе в черном по белому написано, и вы четко понимаете, что это не закончится. Так и есть. Человек нездоров. И была она нездоровой и не готова к роли матери. Вообще изначально, скажем так, она родила ребенка, ребенок родился у здоровой женщины психически. Здесь уже вопрос к вам, зачем вы все это терпите, продолжаете и, может быть, каким-то спасательством занимаетесь. Понимаетесь, да? Почему про него немножко там определение? Это же его мама. И он ее все равно любит, какая она бы ни была, он ее не выбирал. И у него, он травмирован нездоровой мамой, его поведением. И он все равно хочет доиграть и быть где-то ее ребенком. Он понимает прекрасно со стороны, что это поведение ненормальное и нездоровое, но у него есть вторичная выгода. Мама ими не интересовалась, не любила, била, там, физическое насилие. Но при этом, когда она его с ним рядом, пусть она неправильно его сейчас любит, не по-матерински, а по-женски. Назовем такую неперепутанную роль, он все инцест какой-то производит у нас, доигрывает формальный. Но он в этот момент чувствует мамину любовь, которой никогда не было. Каждый ребенок хочет, чтобы вы любили родителей. Каждый хочет. Вот даже если вы спросите детей в детском доме, их матери, родители, отцы, наркоманы, убийцы, я не знаю, издевались над ними, их лишили родительских прав, вы спросите кого-то, скажите, что это маму. То есть мало детей, даже что бы с ними плохого ни делали, они все равно любят своих родителей. Или они ждут этой любви, или они ждут, что родители изменятся и будут их любить. Это чувство, это наши инстинкты, мы с этим рождаемся. Поэтому у него есть это чувство. Ему очень трудно, он понимает логически, как взрослый человек, что это ненормально, но внутри травмированный ребенок, который ждет маминой любви, до сих пор позволяет этому продолжаться. Он не может на самом деле, скажу честно, разорвать это все. Он в этой истории, у них большие проблемы в семье у всех. Вот эти их поколения, бедная бабушка, бабушке жить не будем. Она этих дочерей своих рожала, выстраивала коммуникации. Если дочка больна, надо было ее лечить вообще-то, а не игнорировать ее проблемы. Психиатр на самом деле направлять тоже, и заниматься надо было, скажем, по-честному, а не забивать на все это. Короче, там огромный клубок семьи. Тут же вопрос к вам. Вот как мне, что, нареагировать с парнем моим решать? Вы молодец, у вас нет другого выхода, как отделиться, держаться подальше, решить это вы не сможете. Да, вы верно говорите, это будет все продолжаться, потому что это психиатрическая история, скорее всего. И это все не закончится. Далее, про парня. Он может только на дистанции быть, отдаляться от мамы. Я больше скажу, он не может поменять ее поведение. Отказаться от мамы он тоже не может. Вы только можете прервать с ней вообще общение в будущем, если вы с ним женитесь и вместе создаете семью. И просто с ней не общаться. Все, что я могу, вам сказать, там. Не появляться, не общаться, нормального коннекта не будет, это нездоровый человек. Вот к вам всегда будут претензии, нервы, вот эти истории, скандалы, театр, представления. Все это всегда будет, ничего не изменится, и она не начнет лечение. Но тут вопрос, он не женится? Он боится мамы, он боится реакции, он запуганный, травмированный ребенок. И тут вот он, вопрос к вам. А мне-то это надо? Вот 6 лет, это вы уже очень устали. Вот поймите, у вас есть сильная обида, о чем вы говорите. Он показывает себя, ваш запрос к мужчине не отыгрывается в нем. Вы не получаете то, что вы хотите. Вы хотите сильного мужчину, который меня защитит. У вас 6 лет травмирующие ситуации были, когда вас травмировали неправильно себя. Ну, короче, вас обижали на замене, да? Вас пытались вытеснить его маму, а он вас не защищал. Вы за это обижены. Он не сильный мужчина, который может отстоять защитить. Поэтому будущий брак, о чем мы думаем с ним, если я в нем не уверена. Окей, ситуация с мамой, будем держаться дальше. Меньше общаться, чтобы вы уже к чему пришли как-то полегче. Но у вас есть вопросики к нему как к мужчине. А как мы будем дальше в будущем? А вдруг он меня подставит, бросит, не будет отстаивать нашу семью в других критичных ситуациях уже не касаемо мамы? Вот что уже у вас был ваш вопрос, правильно? Этот страх. Я скажу в идеальном мире, в котором мы, к сожалению, не живем, что закроет ваши чувства, когда он на деле, завоюет ваше доверие, и пока что он может защищать вас. У вас обиды тогда отойдут. Ваш, потому что запрос к мужчине, он реализует его. Каким образом? Если он будет брать инициативу в свои руки, будет принимать точные решения, если он пообещал, то сделал, если он пришел, сказал, слушай, так все, мы женимся, надо с этим заканчивать, я хочу официально, мне нужна семья, не обязательно детям еще что-то, к этому может быть им 27 лет еще рановато, условно, да? Короче, вот так. То есть вы от него ждете конкретных мужских, назовем так, поступков, которых нет. Вы в нем все еще считываете обиженного, незащищенного, трусливого мальчика, который боится физического наказания и отвержения мамы. Я честно скажу, что вы там можете дальше продолжать, но ваши обиды, они возьмут вверх. Скорее всего, вы с ним поругаетесь, расстанетесь на какой-то, время, он боится быть брошенным, покинутым, он поймет, что он вас потерял, прибежит, будет извиняться, скорее всего, и делать вид, играть в то, что он, типа, самостоятельно будет вам обещать свадьбу или пытаться к ним готовиться, или он действительно может что-то поймет, что вас потерял, и это позволит ему повзрослеть и, наконец-то, взять ответственность, пойти против мамы и всего семейства своего, вообще вот этих протестов, вот этого психоза, которым там происходят периодически взрывы, эмоциональные конфликты. Короче, быть сильным взрослым. Вы ждете от него мужика, мужских поступков, он их не делает. У вас пройдет обида, когда он начнет делать мужские поступки. Пока что он их не делает. Когда начнет, будет, не знаю, может будет, может нет. Это от него зависит. Боится он повзрослеть? Побоится он изменить свою жизнь или захочет остаться в постоянно тревожном состоянии, в постоянном страхе, ну, в надежном страхе. Он же в нем уже 27 лет живет. Он же знает, как себя вести, как реагировать, что делать, как игнорировать проблему, не замечать и от нее убегать. Поэтому, возможно, это и есть его состояние стабильности и баланса. То есть вопрос уже тогда к вам. То есть вам надо условно ребром вопрос поставить по факту. Что дальше тянуть? Я тебе вообще нужна или нет? Нужен тебе брак или нет? Почему мы тянем? Либо да, либо нет. Если он отвечает, нет, я боюсь, вот вам и ответ. Он боится. Он, ваш запрос мужской, не закрывает, он не мужик. Он остается, выбирает быть в позиции ребенка. Ничего не решать. Пусть дальше боится. Он так бояться еще 10 лет, 15 лет будет. Пусть при маме своей. Тогда остается, с ней живет вот эта танцесскость происходит. Пожалуйста. Ну, у него выгода вторичная любовь мамина, хотя бы такая, нужна больше, чем нормальные и здоровые отношения с женщиной. Вот все. То есть вам нет смысла тянуть. Вам надо ставить вопрос ребром, выяснять, что как, заканчивайте эту историю. Знаете почему? Мне просто, знаете, вы тратите свое время на проблемы и заболевания психически других людей. О, конечно, классный, хороший, супер, вы его описываете, но не самостоятельный, не идеальный. Так вот, не закрывайте глаза на его не идеальность, а поднимите ее, поговорите с ним и выясните, чувак, что-то будет у нас меняться, или ты таким же хочешь остаться, вот так с мамой, вот это все тягомотину все весь. Да, вот это выбираешь. Он имеет на это полное право выбора, пожалуйста, но вы примите его решение и закончите просто. Вы сейчас тянете время не для чего. Опять же, вам комфортно, хорошо, может быть, это защищено. Тому же тянутся гадами, пока будете молчать, так будет ему удобно. Но нет смысла что-то менять. Пока вы этого палочки не покрыряете, пока вы ультиматум не поставите, пока в этом что-то у вас не потеряете, он еще не шевелится. Потому что вы даже, это манипуляция, страхами его управляем им. Страх потерять, страх быть ответным. Когда он вас теряет, тогда он что-то похватывается. Это не то, что он вас теряет, а потому что ему не хочется проживать вот это чувство потери и боли. Чтобы не переживать эти эмоции, он его за вами бежит обратно, он вас возвращает. Или вы помирились в итоге, он принял вашу позицию. Но с каким потом и кровью и болью вы отвоевывали вот эту дистанцию с его мамой. И так придется делать, топором рубить, короче говоря. С потом и кровью, что-то пилить, что-то доказывать. Вот это вот все. У вас силы на это есть. Вы хотите таким образом? Вам это надо? Примите для себя. И больше скажу, это нездоровая история, если люди другие пытаются спасать от созависимых или решать психические проблемы других людей. На то они и психические болезни. Это лечить надо. Понимаете? А не помогать, спасать или быть медиатором, помогать что-то кому-то, пар спускать и так далее. Вы вообще какой потенциал, например, для своих детей хотите в плане здоровья, если у него такая... Давайте по-честному под конца скажу. Ему нравится роль ребенка. Вот это все, как происходит с мамой, все устраивает. А взрослые отделиться и сделать свадьбу, свою ячейку, семью создать, это стать официально взрослым. Что сделать? Потерять мамину любовь. Она ему сейчас важнее и нужнее, чем быть самостоятельным, взрослым и нормальной, здоровой отношения с другой женщиной, ведь это с вами. Вот вам и ответы. Он не хочет разрывать этот союз. Ему нравится этот процесс. Он не хочет взрослеть. Он доигрывает свои психотравмы со своей мамкой. Вот в этой истории, в этом сцене, это нездоровые даже не просто психотравмы. Это жесть. Что там творится? Вот. Вы еще многого не знаете, я уверена. Вот эти попытки самоубийства, шатаж на глазах сына. Уже тогда надо было вообще кричать о помощи и что-то тетю лечить, короче говоря. Ну, такое себе, короче. Вы понимаете, о чем я. Здесь вопрос к нему, хочет он взрослеть или нет. Так что задайте ему этот вопрос. И это неприятно. Шесть лет – это большой срок. Ну, вы потратите еще больше. Если будете просто что-то ждать. Грустненько как бы. Но, блин, понимаете, что вы ничего решить и изменить не можете в этом клубке семейном, понимаете? Нездоровые люди. Как крутись, как не подстраивайся, от вас ничего не зависит в этой ситуации. Вы можете только прямое связь со своим партнером, спросить, чувак, ты хочешь в этом оставаться, в нездоровом? Или по-нормальному строить жизнь, взрослеть и, короче говоря, быть здоровым человеком. Что ты хочешь, выбирай. Я вот она. Какой твой выбор? Все. Другого разговора дам дальше, дальше не копайте. Вообще ничего ему не объясняйте. Какая у него мама, что, как. Вообще не надо это делать. Это не ваших рук вообще дело. И вы только можете предложить развитие ситуации. Согласитесь, не согласитесь и все. На этом, как говорится, ваши полномочия и все. Заканчивается. Спасибо всем за внимание. Напишите в комментариях, поддержите девушку. Поймите, что в такие даже отношения может попасть любой человек. То есть уже от человека зависит, как быстро он это поймет, что он не туда куда-то сунулся. И как быстро соскочится с этого. Или хочет он это мучиться и продолжать в эту игру играть. Я вам советую, рекомендую, не знаю, желаю оставаться в психологическом, не шатком, а здоровом состоянии, стабильном. И напомню напоследок, что общаясь с нездоровыми или живя с психическими здоровыми людьми, с вами немножко сходим с ума. Потому что это ненормально. Они своим поведением и реакциями создают нормальность фальшивую, что это нормально. Их поведение, их реакции. Короче, что у вас как бы возникают сомнения у здорового человека, что может быть вот эта ненормальность, не здоровая, это окей, и так и надо. И мы потихоньку, в кавычках, не в прямом смысле, сами с такими людьми, тяжелыми сходим с ума, не в прямом смысле, ну, короче, лишаемся норм психического здоровья, психической нормальности. То есть, короче, не подвергайте себя опасности, во что вам скажу. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кто хочет также прислать историю для разбора, пишите в инфобоксе, под видео есть моя почта, тема письма, история. Кому нужна психологическая консультация моя индивидуальная, то тоже тема письма, консультация, я вам вышлю в условиях. Скоро увидимся, всем пока.